В одном зале врачи, педиатры, неврологи, педагоги, руководители общественных организаций. Речь о том, как помочь детям и их родителям вовремя установить диагноз и начать лечение, что в будущем убережет его от проблем. К сожалению, многие списывают неадекватное поведение ребенка на его возраст. А у ребенка болезнь, его надо лечить просто. И медикаментозно, не знаю, мама лечит или нет, она скрывает или не скрывает. И ему какие-то соответствующие занятия дополнительные. Он не может сидеть на математике, он не может вообще тихо сидеть. Нужна разъяснительная работа среди родителей, говорит Ольга Медведева. Некоторые до сих пор не то, что сходить на прием к неврологу, отказываются делать прививки. Но есть и другая категория родителей, которые панически боятся услышать неожиданный диагноз. Надеясь на то, что время излечит. Родителю кажется, что если вот сейчас он пойдет и обратится к неврологу, или обратится, например, к тому же психиатру, да, и будет устанавливать там ту же самую инвалидность, или какие-то рекомендации получать от этих врачей, то это повлечет за ним какие-то санкции в образовательном учреждении, в школе, в детском саду. Вот до родителей вот как-то бы донести эту информацию. А тем временем психиатрических заболеваний с каждым годом становится больше. В Сочи, например, 187 детей страдает расстройствами аутистического спектра. Благодаря труду родителей и педагогов 35 из них учатся в школах города. 41 ребенок в детском саду, 88 обучаются в школе-интернате номер 2. Гелена Овсецына, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.